Всем привет друзья! Добро пожаловать в новый выпуск интересных новостей. И сегодня мы с вами разберем следующие темы. Инстаграм пообещал блогерам сотни тысяч долларов за переход из тиктока на его платформу. Фейсбук перестал быть самой дорогой соцсетью. Тимати основал новую компанию за 5 дней до ухода из Blackstar. Именно об этом мы сегодня поговорим в нашем выпуске. Обязательно подпишитесь на канал, усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем! Инстаграм решил переманить популярных блогеров из тикток на собственный сервис Reels, конкурирующий с китайской соцсетью. Некоторым тиктокерам компания Марка Цукерберга предложила сотни тысяч долларов. Социальная сеть Инстаграм, которая принадлежит Фейсбук, решила подкупить блогеров-миллионников из китайского приложения TikTok, пишет The Wall Street Journal. За переход на новую платформу Reels соцсеть предложила некоторым из них сотни тысяч долларов, рассказали источники издания. Как и в TikTok, пользователи Reels смогут выкладывать короткие видео. Запустить сервис в США и некоторых других странах Инстаграм планирует уже в следующем месяце. Решение заплатить известным тиктокерам свидетельствует о том, что Фейсбук планирует использовать новую платформу для конкуренции с приложением от китайской компании ByteDance. Представитель Инстаграм Сариса Трауэр подтвердила газете, что Инстаграм и Фейсбук действительно обращались к известным блогерам, но не назвала предлагаемых им условий. Она также не уточнила сервисы, которыми пользуются эти блогеры. Трауэр подчеркнула, что компания готова вкладываться в популярных авторов и их опыт. Издание напоминает, что создать свою альтернативу TikTok, популярность которого растет среди молодых пользователей, стремится не только в Фейсбук. В частности, на прошлой неделе YouTube также заявил, что он тестирует новые функции, которые напоминают опции видео, доступные в китайском приложении. Фейсбук потерял звание самой дорогой соцсети мира. 28 июля акции китайской компании Tencent на гонконгской бирже выросли на 4,5% до 543,5 гонконгского доллара. Это около 70 долларов США. Рост акций позволил Tencent обогнать Фейсбук по рыночной капитализации, стать седьмой в списке самых дорогих компаний мира и самой дорогой из числа зарабатывающих на социальных сетях. Tencent – разработчик мессенджера WeChat. Кроме того, компания создает мобильные и онлайн игры, в том числе Ledge of Legends, Fortnite, Call of Duty. С начала года акции Tencent выросли на 45%, бумаги Facebook на бирже Nasdaq в Нью-Йорке на 14%. WeChat – один из самых популярных мессенджеров в мире. Размер активной месячной аудитории приложения достигает 1 миллиард человек. В Китае функционал WeChat шире, чем в других странах. В мессенджеры можно читать новости, заказывать такси, записываться к врачу, искать товары со скидкой. Во время эпидемии коронавируса в WeChat появилась функция цифрового пропуска. Владелец Tencent, Pony Ma, занимает первое место в списке богатейших людей Китая и 20-е среди самых богатых людей планеты по версии Bloomberg. Состояние Pony Ma оценивается в 52 миллиарда 200 миллионов долларов. Основатель Blackstar, рэпер Тимур Юнусов, он же Тимоти, за 5 дней до расставания с лейблом создал новую компанию Ракета. Как выяснил The Bell, 22 июля музыкант зарегистрировал Ракету как единственный собственник и гендиректор с уставным капиталом 10 тысяч рублей. У Тимоти есть одноименная композиция, клип на которую набрал 50 миллионов просмотров на YouTube. Основной вид деятельности компании – область исполнительских искусств, а именно организация и постановка концертов, работа музыкальных групп, индивидуальная работа актеров, танцоров, музыкантов. Кроме того, у нового юрлица Тимоти указаны такие специализации, как аренда, работа рекламных агентств, копирование носителей информации и развлекательная деятельность. Мы не комментируем сегодняшнюю ситуацию и новое юрлицо тоже, сказала The Bell, помощница Юнусова. Вот такие новости на сегодня, друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск интересных новостей. Обязательно напишите внизу комментарий, поделитесь своим мнением о выпуске, а также напишите свои пожелания, что бы вы хотели увидеть на нашем канале. Я желаю вам хорошего дня, отличного настроения, берегите себя и своих близких, не переключайтесь, до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!